Чё по бану, пацаны, всем здорово, короче. Наверное, вы просто офигели, если кто не следит за моей беседой в ВКонтакте. Что у меня такой видос снова вышел? Ты чё, с ума сошёл? Я снова забанил нас, смотри, первый. Короче, чё получилось? Слежу я дома такой. Думаю, запишу себе новый видосик, какой интересненький. Типа, давай, типа, обмениваю скины на, типа, деньги в МТА. Ну, короче, так я уже видел, пару ютуберов тут делали. Ну, короче, захотел, и такой, тичу страдают остальные ютуберы. Я захотел, короче, так сделать. Поприкалываться, можно так сказать. Типа, пранки, песни только. Ой, дурак! Короче, написал я двум пацанам. Сначала первому. Ну, такой нормально, отреагировал, думаю. Витой написал второму. Начал писать второму. Такой, типа, скинь, линтариум. Ну, это всё видите на своём экране, конечно. Скинь, типа, инвент, инвент, скинь. Ну, я такой, ну, я пишу. Он такой, зачем, говорю, скинь, типа. Ну, зашёл, посмотрел по приколу. Я такой, смотрю, ширпик есть, во. Такой, вижу, типа, сколько даже за инвентарь. Начинаю раскручиваю, пишет такой, не рофл, не рофл. Я так и думаю, он что-то спрашивает, думаю, сейчас админа мне пишет. По гарантии. Он такой, не, не рофл. Я ж не хочу спалиться там, тогда. И кто, кто, какой шутник палится в самом начале, вот скажите мне. Витой я такой, ну, ладно. Начинаю говорить, говорить, говорить. Вижу, что он клонит к тому, что он скинул в беседе. Он такой, ну, ладно, блин. И пока он ещё не скинул, подумаю, что это не шутка. То я лучше напишу, типа, что это шутка и т.п. Витой он такой написал, я уже написал админом ещё. Он написал админом тогда, когда я его попросил ещё скинуть инвентарь. И написал, что... Написал, короче, что это... Типа, я написал, спрашивал мне, это рофл, не, я такой, нет, всё серьёзно. Он ещё тогда скинул. Я такой, я такой сидел, думаю, ещё, блин, я запишу. Вообще, нормально, будешь скинуть ещё, типа, там за какой-то кейсик. Давай кейсик за черон, типа, кейсик красивый, там, т.д. Ну, что-то придумать ржачный можно было. И то я вам скинул админом. Админ сразу, типа, посмотрел, типа, давай обмен. Они, наверное, просто забавили. Какой раз второй. Молодцы. Умеете? Могёте просто. В итоге я такой, блин, конечно, уже стыдно писать второй раз. Но всё-таки напишу, главное, вот, наставь этот продукт Апекс. Он хоть за себя помогает и отвечает на сообщения. Потом, после того, что я, типа, написал, типа, зачем ты скинул ему сообщения, и т.п. Он такой, а что ты, типа, продаёшь, не верю, там. Я думал, это какой-то человек 15-16 лет. Он такой же взрослый, который специально это сделал. В итоге это оказывается в школе, в которой в четвёртом классе. О, чё, ебанутое, что ли? Группа, смотрим, та, написала, типа, чтобы не было вопросов, за что забанили. И скинули эту вот переписочку. Я такой, ну, начинаю писать, типа, эта шутка была. Он так и не сомневался. Они же знают, что я, ё-моё, шутки, глядя. И то я им начинаю описывать там всё разное. Они мне тупо скидывают переписку, чтобы не было вопросов, за что бан, и всё. Вот это обидно, что они не очень так уж собираются, но в чём прикол? Какой мне резон, хотя, конечно, второй раз, это не первый раз. Второй раз, короче, говорят, не пи***ц. Короче. Какой мне резон вбенивать скины, ну, в стиме, да, козгошные, на деньги на смотри. Если я снимаю, ну, во-первых, на смотри, надо снимать на смотри, плюс проценты, там ещё одно воскоро, которое я уже давно жду. И тем более тачки, там, т.д. и т.п. Зачем мне это всё, чтобы мой аккаунт в бан ушёл? Ну, короче, я меня вот забанил, амброс, причина продажи аккаунта, обмен валюты за стим инвентарь. Вот такое, короче. Надеюсь, мне хоть поможет. Последний раз уже, блин, точно таких шуток не будет. Я уже удостоверился 100%. Я просто думал, уже крыс нету на нашей беседе. И все нормальные. А оказывается, есть такие ещё люди на свете. Ладно, короче. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за поддержку. Будем что-то решать. С вами была Яна. Всем удачи, пацаны. И всем пока. И не шутите так, как я.